Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Летучего Алина. Я очень рада сегодня вас видеть у себя на канале. У нас давно не было рубрики про Алиэкспресс и сегодня я вам расскажу то, что вошло в мой последний заказ. Мы пройдемся по разным продуктам для дома, просто функциональным каким-то и удобным. Например, я заказала себе наконец-таки такого мишку, который выполняет функцию органайзера для наушников. Для меня это прям слабое место. Я убираю, я их тщательно складываю, заворачиваю кончик. Но когда я их достаю, каждый раз одно и то же. Они просто запутаны в узелки, как будто маленькие гномики их там усердно завязывали реально в карманах. Поэтому мне эта штука была необходима. Вы просто должны сложить наушники пополам и зацепить их за небольшой крючок через отверстие внутри. Наушники свернутся за секунду. И точно таким же образом вы, соответственно, можете их достать обратно, но не тут-то было. Из-за того, что наушники сейчас все наворочены, у всех есть вот такие длинные детали для того, чтобы регулировать звук в наушниках, когда вы слушаете музыку или разговариваете по телефону, она, к сожалению, не совсем помещается и не до конца проходит, не до конца наушники сворачиваются. Но, тем не менее, они в карманах не путаются. И для меня это сейчас такой must-have. Я беру с собой на пробежку. Если вы подписаны на меня не первый год, то уже наверняка знаете, что я обожаю просто столовые приборы. У меня какой-то пунктик на всякие красивые шняги для дома. Часто пускаю слюни совсем не по тем вещам, на которые должны пускать слюни девочки. И, в общем, постоянно заказываю себе какие-то ложки. Мне очень понравились вот такие вот десертного плана ложечки. Они очень красиво смотрятся. У меня, естественно, есть десертные ложки из моего набора, которые я заказывала аж из Америки. Но они вот такого размера, и они совсем маленькие. Соответственно, если хочется нормально так приложиться к десерту или съесть йогурт, то хочется иметь ложку побольше. И она меня сейчас отлично выручает. Если найду, то оставлю ссылочки внизу. Также хотела вам показать новые магнитики, которые заказала для холодильника. Они выполнены в форме конфеток M&M's. Очень крутые. Я ими обычно придерживаю какие-то записочки, которые оставляю Жень. Мы периодически с ним обмениваемся. Или фотографии полароидные, или которые я распечатываю из Инстаграма. Они здесь идут в разных цветах. Добавляют какую-то пестринку и оригинальность. Я еще заказывала с Алиэкспресса. У меня практически все магниты оттуда. Вот такие вот наборы. Мне они тоже очень нравятся. Очень оригинальные. В винтажном стиле. И я вам попозже покажу, как оформлен мой холодильник. Уже на протяжении двух лет я постоянно получаю от вас вопрос. Алина, что у тебя за чехол на телефоне? И что предыдущий? И что мой теперешний? Все они у меня с Алиэкспресс. Потому что я не вижу смысла отдавать за них полторы тысячи, две тысячи рублей. Как они у нас даже на рынках сейчас стали стоить. Я просто заказываю их с Алиэкспресс за 100-150 рублей. И они абсолютно достойного качества. Ровно такого же. А то бывает и лучше. Не ломаются. Все с ними отлично. И отдельно я всегда заказываю вот такую звездочку. Или что у меня сейчас здесь? Держатель, в общем, для телефона. Держится уже год, наверное, точно. Вот, например, таким образом у меня сейчас стоит телефон на столе. И он никуда не падает. Соответственно, если вы будете смотреть YouTube, сериалы, читать что-то, вам будет намного удобнее. Или там рецепты, например, какие-то будут открыты. Что он будет у вас стоять так в вертикальном положении. Ну, точнее, в горизонтальном. Ну, в общем, как вы хотите, можно и так, и так поставить. Тоже ссылочки все будут внизу. Но сегодня не об этом. Звездочку я вам показывала уже тысячи раз. Я заказала себе сейчас такой последний чехол, Космос. И я вообще его заказывала качеле. Мне казалось, что это прям будет класс. Класс уместный. Но забыла заказать звезду. А для меня она сейчас просто... Ну, я без нее уже не могу. С тех пор, как она у меня появилась, я ни разу еще и не роняла телефон. То есть все время просто, когда я беру телефон, я пронизываю через указательный палец. И, соответственно, так его держу. Мне удобно и печатать, и отвечать на телефон. И, соответственно, он не выскальзывает из рук. И я решила, тем более, в другую страну не рисковать и не брать его. Но как только мне придет новая звездочка, у меня будет вот такой красавчик. Мне показалось, что очень многим он должен понравиться. Поэтому решила с вами поделиться такой находкой. И еще из трендовой категории сейчас хотел вам показать такие солнечные очки. Я прекрасно понимаю, что, наверное, функцию солнцезащитных очков они вряд ли смогут выполнять. Но в качестве реквизита для фотографий это прикольная находка. Заказала их сразу в нескольких цветах. Так как я сейчас веду инстаграм. Так как мы выезжаем на какие-то съемки. Да и иногда просто хочется оживить как-то свой образ. Я понимаю, что это немножко глупо. Но учитывая их стоимость, там 100, 200, 300 рублей, это можно себе позволить. Единственное, что мне, конечно же, не нравится их носить вот таким образом. Еще одна моделька, которую я заказала. Может быть, ее мало кто поймет. Хотя и предыдущая тоже спорная. Вот такие очки тоже для той же цели. Вряд ли они защитят вас от солнца. Здесь нет никакой UV-защиты. Это сережки, которые я заказывала на свой страх и риск. Потому что звездочки обе выделаны, если можно так сказать, стразами. И обычно, ну точнее часто бывает, что эти стразики вываливаются. Я их уже носила, например, там же в поездке сейчас в Америку, когда ездила. И ни одна стразинка не пострадала. Все они остались на месте. Выглядят они очень здорово. И в целом даже, ну не могу сказать, что дорого. Но они выглядят недешево точно. Даже сама цепочка очень хорошего качества. Единственное, что я была уверена, что это будут именно сережки. А это оказались клипсы. Но тем не менее, очень хорошая у них держалка. То есть клипсы не спадают. Упругая вот эта вот штука и не так сильно давит на ухо. То есть я спокойно могу носить их в течение дня. И не вспоминать о них вообще. Что я еще хотела вам посоветовать? Посмотреть себе на Алиэкспресс. Если вы там часто заказываете, это шнурки. Я, например, решила обновить в нескольких своих парах шнурки. И оказалось, что они стоят по две тысячи рублей в магазинах. Ну, в которые я решила заглянуть. Там, естественно, обувные какие-то марки предоставляют. Или там у меня в кроссовках я хотела заменить. Тоже там Puma, Adidas. Ну, как бы цены такие приличные. Мне стало жалко. Я залезла на Алиэкспресс. И там я, естественно, нашла то, что хотела. Черные шнурки для ботинок. Белые и еще ко мне идут. Именно эти вещи и нужно искать на Алиэкспресс. Потому что везде навариваются на таких мелочах. Еще хотела вам показать такую бирку на чемодан. Я заказала себе очень красивые чемоданы. Они прям вот... Чемоданы моей мечты, я бы так сказала. И мне не хотелось их портить какими-то аляпистыми бирками. Но я могу себе представить ситуацию, хотя я еще ни у кого таких не видела, что все-таки когда-нибудь на рейсе будет человек с таким же чемоданом, как и я. И всякие бирочки, ленточки помогают просто избежать ситуации, что кто-то уедет с вашим чемоданом и наполнение ему понравится больше. В любом случае, это была бы неприятная ситуация приехать куда-то в отпуск. Прошу прощения за посторонние звуки. И остаться без своих вещей на несколько дней, пока вы найдетесь, пока еще что-то. Такая бирка на металлическом жгутике. Очень плотно идет здесь крепеж. И, естественно, можно подписать. Здесь есть и мой номер телефона, и номер телефона Жени на всякий случай. Имя там и все необходимые данные. Так что вот. Так что еще одна такая маленькая находка. Тоже стоила буквально 3 доллара. Нет смысла за такие мелочи переплачивать. Тоже как с чехлами, например. Такие странные штуки. Сейчас, наверное, будет поступать вопрос, что это такое, зачем ты это заказала. Силиконовые накладочки, антискользины. У меня сегодня прям классный апгрейд русского языка. Смысл в том, что они помогут вам сдержать скатерть на столе, коврик в ванной на месте и так далее. То есть, если у вас елозит по столу скатерть. Я заказала вообще сперва для Жениных родителей, но там шло 4 штучки. Я оставила 2 для коврика в ванной и 2 отвезу им завтра. Выглядит это как силиконовый такой лизун. Не оставляет клейких следов. То есть, не нужно использовать скотч. Клей, не дай бог, чтобы не испортить стол или половое покрытие. И, в общем, удобная, маленькая. И я могу вам тоже порекомендовать просто задуматься, если вас раздражает каждый раз ваш коврик, который вы спотыкаетесь. Дальше я хотела из этой же серии показать вам две такие насадки. Я заказала себе специально для автомобиля, чтобы телефон не скользил по поверхности. Я очень часто на руль сверху ставлю телефон. Там такая недвигающаяся часть есть. Просто для того, чтобы навигатор был на виду у меня, так как нет другого крепежа. И это очень удобно. В комплекте шло сразу 2 штуки. Дальше поехали. Это разного плана магнитные ресницы. Я думаю, что их стоит все-таки показывать в деле. А вот ресницы, которые накладные, я вам сейчас обязательно покажу. Заказала себе их сразу очень много. Не удивляйтесь, потому что для меня это лучшие реснички ever. Лучше, чем в маке, лучше, чем в профессиональных марках, которые я пробовала. Потому что у них мягкая гнущаяся вот эта вот линия основания. И она нигде у меня не отходит ни снаружи, ни во внешнем уголке. То есть они держатся как прибитые целый день. Хотя клей я использую все тот же, что я использовала ранее. И настолько они хорошего качества, что даже когда я их снимаю, их можно использовать вторично. Покажу вам последние несколько еще вещиц. Это разные сережки миниатюрные. Я очень люблю лаконичные такие маленькие сережечки. Не вижу смысла за них тоже переплачивать. Хотя я сама себе, например, подобные покупала за 3-4 тысячи рублей. Причем это было не золото. Конечно, вы часто переплачиваете за бренд. И мне такие полосочки очень понравились. Удивительно, что у меня бывают аллергии на золото, на разные серьги. Но с Алиэкспресс на сережке у меня не было аллергии ни разу. Это просто какой-то нонсенс. Как вы знаете, наверное, уже я очень люблю носить моносерьги. У меня их очень много. И они просто отменно смотрятся именно вот с такими маленькими сережками. То есть с одной стороны я ношу какую-нибудь маленькую лаконичную. А с другой стороны вытянутую, какую-то интересную. Например, вот ту же звездочку можно надеть. Решила заказать себе сережки прозрачные, вот такие в прозрачной форме. Просто дутый кружочек. Не очень мне нравится вот его металлическое основание. Но в целом, когда на ушки смотрится нормально, не буду, наверное, рекомендовать именно вот эти стеклянные. Последние две, по-моему, вещи. Это суперкрутого качества ремень Off-White. Если вы знаете, если вы смотрели мои предыдущие видео, это сейчас прям тренд сезона. Такой ремень спортивный. И конкретно этот желтый ремень, мне кажется, побил все продажи, все рекорды. И он выполнен практически, точнее даже ровно так же, по-моему, как и оригинал. Вообще ничем не уступают, просто не отличить. Я решила переплатить там, по-моему, буквально на 5, что ли, или 6, или 7 долларов больше, чем стоит вот совсем такая левая подделка. И я не прогадала. Иногда можно найти, но просто я за этот ремень не вижу смысла отдавать 10, там, или 20 тысяч рублей, как он стоит в оригинале, потому что это бренд считается. А вот ремень за, там, 15 долларов, я вполне себе могу позволить. И тем более, что из-за того, что он такой яркий и кричащий, это даже не кожаный ремень, я смогу его надеть, скорее всего, 2-3-4 раза, опять-таки, там, для каких-то образов. И последнее, что я хотела вам показать, салфетки, которые я заказывала вообще в декоративных целях, такие, как из необработанного хлопка, что ли, они очень здорово выглядят, они прям фактурные, все так, как я хотела. Выглядят очень здорово и на фотографиях, и, в принципе, в жизни, поэтому, если вы хотели что-то подобное для сервировки стола, то обязательно к ним присмотритесь. Очень клевые, мне этот заказ прям очень нравится, и я довольно долго его собирала, и довольно тщательно отбирала то, что все-таки я положу в корзину и оплачу. Поэтому, наверное, и все так удачно вышло. Делитесь, пожалуйста, своими находками внизу под видео, если вам понравился этот ролик, то не стесняйтесь поддержать его, пожалуйста, пальчиком вверх. Я тогда буду снимать больше обзоров, потому что мне это важно смотреть на вашу реакцию, что вам больше нравится, что меньше, и в зависимости от этого я стараюсь как-то подстраивать свои рубрики, снимать что-то чаще, а что-то реже. Очень надеюсь, что была сегодня вам полезна, и что вам было приятно провести со мной немножко времени. Всех целую, обнимаю, пока-пока! Я, как всегда, реально, прям передо мной лежит еще одна картина, самая большая вещь из всего моего заказа, но я уже выключила камеру, уже собиралась уходить и в последний момент увидела. Я заказала себе еще очень красивый постер, он шел без рамки, это я уже вставила здесь, просто задает такое немного скандинавское настроение, мне по духу подходит, и мне очень нравится сама эта картина, какая-то, ну не картина, фотография, а какая-то она особенная, и там можно найти на Алиэкспресс столько постеров для оформления квартиры, и даже самая обычная комната с однотонными стенами совсем по-другому заиграет, поэтому я вам прям настоятельно советую посмотреть, что вам близко по духу. Если вам не хочется ждать с Алиэкспресс, хотя это будет на самом деле даже дешевле, вы можете найти любую фотографию в интернете, распечатать ее, вставить в рамочку и украсить вашу квартиру, можно, не знаю, куда-то в комнату поставить, очень здорово смотрится, например, сразу два постера, я найду вам какие-то примеры и вставлю сюда, чтобы вы понимали, о чем я говорила, и теперь точно все, пока!